Одним из главных вопросов повестки очередного заседания Совета депутатов стало обсуждение состояния и тенденции развития системы образования в округе. В ней сейчас работают 49 муниципальных образовательных учреждений. В Щелкове достроен новый корпус лицея номер 7 на 275 мест. Продолжается строительство нового здания школы номер 11 имени Германа Титоа в микрорайоне Чкаловский и школы в микрорайоне Финский. Начато строительство школы на 350 мест в новом городке. В этом году по президентской программе отремонтированы две сельские школы в поселке Краснознаменске и в деревне Ново. Комитет по образованию подготовил большой подробный доклад о тенденциях развития образования в городском округе Щелково на 22-23 учебный год. Мы видели прорывы, которые были в учебных учреждениях и в детских садах. Мы увидели сравнительный анализ по сравнению с прошлым, предыдущим учебным годом. Было много вопросов к исполняющему обязанности председателя комитета по образованию. В целом депутаты единогласно утвердили, приняли данный доклад, данную информацию к сведению. На заседании депутаты также рассмотрели вопрос о земельном налоге для многодетных семей, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В налог внесены изменения, предусматривающие снижение оплаты за земельный участок для индивидуального жилищного и дачного строительства, введение личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества на 50%. Утвердили положение о сохранении, использовании и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории городского округа Щелково. Принят ряд важных решений, регламентирующих деятельность администрации округа и Совета депутатов. В том числе утвердили положение о контрольно-счетной палате, порядок включения в план ее работы, поручений и предложений муниципальных органов власти. Обновили регламент деятельности Совета, поручили финансовому управлению сформировать бюджетный прогноз развития территории на долгосрочный период. В завершение заседания депутаты приняли решение о награждении работников за высокие показатели в труде. Более 30 человек получили грамоты и благодарственные письма. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.